В выходные 21-22 января в Кумертау выявляли лучших юных лыжников города. На обновленной трассе прошел первый этап республиканской спартакиады по лыжным гонкам среди общеобразовательных учреждений. В соревнованиях принимали участие 250 сильнейших спортсменов, представляющие школы города. В первый соревновательный день лыжники бежали индивидуальную гонку классическим стилем. Боевой настрой присутствовал как у самих спортсменов, так и у тренеров. Даже сильный снегопад не испортил гонку. Погода внесла свои коррективы. Тренера сегодня ответственны за трассу. С шести утра трассу укатывали, нарезали лыжню. Конечно, мягкая трасса вносит свои дополнительные сложности, бежать сложнее. Но лыжный спорт – это спорт, который в первую очередь воспитывает такие качества, как выносливость, упорство. И поэтому спорт достаточно смелых людей. И я думаю, дети справятся сегодня с дистанцией. Дистанция для юношей и девушек разная – от двух до пяти километров. Для профессиональных лыжников дистанция короткая, но очень сложная. Счёт идёт на сотые доли секунды. Ещё там кружочек маленький. Давай, давай, чуть-чуть осталось. Давай, давай, молодец. Давай, давай, работай. Здесь желают друг другу гладкой лыжни, но о духе соперничества не забывает. На кону участие в республиканских соревнованиях. На старт выходят лучшие из лучших. Юные школьники, но уже довольно профессиональные лыжники. Те, кто только начинает делать первые шаги в спорте, и кто с лыжами давно на «ты». У каждого сегодня своя гонка. Здесь нет тёмных лошадок, но фавориты есть. Например, участник умертавской сборной Марии Пчелякова. Для титулованной лыжницы – это гонка не за медаль, а проверка спортивной формы. Тем более при такой снежной погоде. Как раз новый снег выпал, и лыжня была, получается, лёд был на ней. И так было лучше, а сейчас и хуже. Новый снег, и за это и хуже. Катит лыжи. Спортсменов пришли поддержать близкие родственники. Кто-то из них даже даёт наставления. Потому что сама участвую иногда, вот, как бы, организация, когда участвует на соревнованиях. Примерно я знаю, как. Ну, даю, как бы, наставление. Примерно. Ребята активно преодолевали все трудности, встречающиеся на пути к победе. В результате победителями в индивидуальной гонке в своей взрослой категории стали Ильдар Азнобаев, Екатерина Васильева, Мария Пчелякова и Денис Хамитов. Во второй день соревнований состоялась эстафета. Настоящие любители лыжных гонок считают этот вид самым зрелищным. Ведь стартуют команды одновременно, и лыжники по ходу гонки видят спины соперников. Одним из главнейших же компонентов эстафеты является расстановка лыжников поэтапно. Здесь идет азарт, здесь прием и передача. Сложный элемент, конечно. Ну и ускорение, это командная работа. И для этого она такая более-менее зрелищная. Очень важный элемент – это расстановка, расстановка правильная. Для этого и тренера работают, чтобы передать, чтобы знать, на каком этапе какой участник лучше выполнит. И в основном считается это первые и последние этапы, потому что они считаются самые сложные и самые важные в этой эстафете. От этого много очень зависит победы команд. В тяжелейшей борьбе в старшей группе победы одержали у юношей третьей школы, у девушек первая гимназия. В младшей группе на верхний педестал почета поднялись спортсмены шестой школы. Они выкладывались по всей дистанции на сто процентов. Доходило до того, что лыжники, пересекая финишную черту, от потери сил просто рушились на снежную трассу. Я старался ехать быстрее, делать больше техники и ускорения. Думал, чтобы приехать быстрее первым, стараться, чтобы школа наша была первым место заняла. В общей командном зачете в младшей группе победу одержала школа номер шесть, в старшей первой гимназии. Теперь лучшие лыжники города попробуют свои силы на зональных соревнованиях, которые пройдут в феврале также в нашем городе, что не может не радовать. По опыту прошлых лет и отзывам других городов, очень нравится всем приезжим. Во-первых, наш перепад рельеф трассы, организация судейства, организация проживания, питания. То есть город компактный, все рядом. Снег очень много, очень красиво. А сейчас, когда трасса расширена, то есть мы до этого старались трассу поддерживать всегда в хорошем качестве, а сейчас трасса сама велит, чтобы сюда приезжали и проводили финалы. Соревнования по зимним видам спорта в самом разгаре. Впереди у спортсменов еще множество стартов. Поэтому кто не смог стать призером в первом этапе республиканской спорта-киады? Необходимо потренироваться, набрать физическую форму, вновь выйти на лыжню и завоевать высокое место.